Уродование памятников архитектуры и уничтожение деревьев в центре города Одесская мэрия называет реконструкцией. Именно это происходит на улице Софиевской. И, как всегда, свои деяния чиновники оправдывают интересами горожан. В планах реконструкции одной из старейших улиц Одессы и Софиевской замены газовых трубопроводов. Инженерам и контролерам проекта в городском совете как будто неизвестно, что требования к таким работам особые. Внешний вид здания в историческом ареале должен оставаться неизменным, а проводить трубы по фасаду – просто варварство. Это понятно даже человеку, далекому от архитектуры. У нас делают как проще и удобнее для обслуживания. С точки зрения обеспечения безопасности, оставлять газовые краны доступными для бомжей, сборщиков металлолома или просто хулиганов по меньшей мере непредусмотрительно. Безобразно. Безобразно. И у нас, и рядышком один номер. Все вывели сюда. Раньше они спрятаны были, их не было видно. А теперь все видно. Я сам инженер-строитель. Это бар так, ну, некрасивый. Они же хотят делать город красивый. Безопасность, наверное, самая главная должна быть какая-то. Где безопаснее? Под землей или по... Ну, во всяком случае, краны, которые перекрывают, это, конечно, должно быть как-то изолировано, чтобы кто угодно не мог этого сделать. Кто-то из местных жителей написал на городской сайт обращений граждан 1535. В ходе реконструкции улицы Софиевской прокладка газовых труб осуществляется по фасаду памятников архитектуры национального значения. Это уродует памятники архитектуры и внешний вид города. Согласно закону о памятниках архитектуры, запрещено что-либо размещать на фасадах зданий. Трубы должны прокладываться под землей и заходить в подъезд дома, где они портят внешний вид зданий. У мэрии достаточно полномочий, чтобы заставить газовщиков переложить трубы. Работы не так много, но вряд ли это произойдет. Судя по отношению нашей власти к памятникам, чиновникам все равно. Точно так же и с деревьями. На Софиевской их вырубили множество. В горзелентресте в департаменте экологии горсовета переводят стрелки друг на друга, и ничего конкретно по этому поводу не помнят. Точно известно одно. Работы по так называемой реконструкции проводит все та же компания Росдорстрой. При власти нынешнего мэра она постоянно выигрывает тендеры в Одессе. Так что все понятно. Александр Виноградов, Андрей Теречник, отелекомпания КРУ.